подошел вот так вот к пограничнику польскому, отдал ему и сказал типа Азуль там и он так, я помню еще так, он улыбнулся, типа, что ты, типа, убежище просишь я говорю, да, и вот все после этого больше свой паспорт я вообще в глаза не видел этот российский паспорт всегда говоришь о минусах Кадырова а есть ли польза вообще на твой взгляд уже был такой вопрос, и как-то я говорил о каких-то там, что понимаете, в любом человеке даже в дьяволе можно найти какие-то там его плюсы, хорошие стороны Иблиса возьмите, например, Иблис Дьявол, Сатана Люцифер он если начать говорить о его каких-то плюсах, можно сказать, что он сто процентов верующий в плане неверующий, прошу прощения, неправильно высказался у него нет сомнений в существовании Господа, правильно? он же знает, он его видел непосредственно, да? то есть, есть люди, которые отрицают Господа он видел, не видел, не знаю но, по крайней мере, был с ангелами ну да, да в общем, у него нет сомнений в том, что Господ существует допустим и ту силу, которой он обладает сегодня, он же попросил у Всевышнего да, вот как бы давайте сейчас будем будем говорить о его плюсах да? я, конечно, не буду говорить о каких-то плюсах Кадырова зачем мне его плюсы? если, если в своей основе этот человек является преступником омерзительной просто личностью конечно, мы не будем об этом говорить самый большой плюс вот при упоминании Иблиса и, я думаю, и при упоминании Кадырова что мы должны взять пример и того, чтобы не быть такими потому что там Всевышний нам их приводит пример Томсо, как ты можешь как-то обвинять кого-то обвинять в чем-то когда сам оставил своих братьев в Чечне и не стал по их пути идти и воевать до конца а уехал в теплую и богатую Европу какое у тебя право кого-то обвинять? чувак, я ни с кем, ни с какими братьями нигде не воевал поэтому я никого никогда не бросал я был обычным мирным жителем работал, платил налоги коммунальные услуги а это было очень важно у нас постоянно тогда говорили тогда же модно было уезжать в Сирию примыкать там к различным группировкам и тогда я помню аргументом, что туда ехать нельзя было, мол вы бросаете своих родителей лучше делайте если вы хотите совершать типа джихад то слушайте своих родителей и платите коммунальные услуги почему-то эти коммунальные услуги всегда шли вместе с подчинением родителям вместе было иначе видимо где-то я не знаю где они в хадисах это увидели что подчинение родителям и выплата коммунальных услуг это приравнивается к совершению джихада короче я был полностью соответствовал этому вот этой усыновки кадыровцев я слушался родителей у меня один только родитель моя мама вот я слушался свою маму платил коммунальные услуги работал воспитывал там семью встречался со своими друзьями родственниками в общем живел обычный образ жизни я нигде в окопах не сидел в лендажах меня не было поэтому ну ко мне это неприменимо жил самым справедливым безопасным да в безопасном регионе как думаешь сколько медалей будет у Адама Кадырова через 10 лет слушайте я честно говоря сбился уже со счета в какой-то момент сначала было как-то интересно там раз медали ты это комментируешь как-то выкладываешь потом еще что-то медаль еще орден но сейчас это уже все стало превратилось в какую-то клоунаду может они для этого это и делали чтобы типа сказать да вы что вы обсуждаете типа он и так какой-то клоун там не серьезно я не знаю для чего они это делают но это уже реально уже даже не интересно это обсуждать скоро будет годовщина операции лох нужно по-любому отметить да кстати можно можно нужно там есть даже четкие такие даты датировка по каким-то конкретным событиям по изменению их настроения там у нас свои какие-то чекпоинты есть и обязательно будем это отмечать так тут вопрос нам задают у меня у меня еще вопрос а почему вы все раз вы такие правдивые и справедливые ты Хасан Янгулбаевы и Нисо все меня заблокировали я не матерился и не оскорблял никого и кстати что важно не лгал извини пожалуйста Песлан за других не могу ответить но я не знаю кто ты я не знаю кто тебя заблокировал и где если ты где-то на моих площадках заблокирован но здесь ты не заблокирован ты здесь вроде бы пишешь в чем проблема если ты где-то в чате твой вопрос попал в эфир да я даже его зачитал если ты где-то там в чате у меня в телеграме заблокировал но кто-то из админов тебя блокнул тебе надо с ним именно связываться с тем кто тебя блокнул у нас в чате существует такое правило мы мы не разблокируем того кого кто-то заблокировал то есть если кто-то из моих админов там кого-то заблокировал то он с ним решает как правило есть конечно что какие-то там исключения, когда кто-то по ошибке что-то сделал, или, в общем, какие-то редкие есть такие моменты. А так, в основном, надо с этим админом разговаривать. Я думаю, если бы лично тебя бы я знал, и у меня были бы какие-то лично с тобой проблемы, ты бы здесь тоже был заблокирован, и я бы тем более тебя не зачитал. Так, кидальщик из Германии напишет «Салам алейкум, Вежри!» Скорее всего, этим международным правозащитником был некий пернатый юрист из Гамбурга, уж он-то точно не соврет. Я сомневаюсь, что это он. Сомневаюсь, скрин сделай. Потому что тут сказано, что это какой-то тип, который занимался моим делом. Понятно, что там вообще, в принципе, может быть и нет вообще никого. Понятно, что это может быть вообще какая-то плод какой-то бурной, обиженной, причем фантазией. Но, тем не менее, такие вещи должны как-то доводиться до конца. Либо сказать, ладно, мы здесь облажались, оказывается, там неправда это все было. Либо все-таки довести это до какого-то логического конца. Ну вот, как раз в тему, я думаю, будет. В 2010 году, я не помню, или в 2009 году я хотел полететь в Марокко. Там был, у меня снят четырехзвездочный отель, там на неделю, две недели оплачена туристическая путевка. И оказалось, мой самолет летел через Францию, в Марокко. На тот момент аэропорту мне подошла служба безопасности и сказали, мы не можем вас пропустить на рейс. Я говорю, почему, на каком основании, как бы, вот у меня туристическая путевка, я все оплатил, короче, с чем связано. Они говорят, типа, этот устный закон есть какой-то, мол, что Кадыров сказал, чеченцев не пускать транзитом через Европу какие-то страны. Устный закон, это тогда еще. Это как я говорю, типа, Кадыров сказал, и вы руководствуетесь этим законом, они сказали, да. Даже до сих пор у меня вот в паспорте стоит штамп, тогда мне аннулировали вот это все. Самое главное, я прошел паспортный контроль, все, вот уже на трап самолета я должен был подняться. Устный закон. В Москве даже, в аэропорту устные законы Кадырова выполняются. Я думаю, многие с этим столкнулись, не только я. Так, Джанго, саламу алейкум, барбершоп Хайел, лицензии Лойаш. Ваалейкум, ассаляму, а бракату. Тоже устно, да, отдал, получается? Устная лицензия. Бывший Гурон, вы заметили, что этих двух горе-ичкирийцев, Ягулбаевых, даже Чингиз никогда не упоминает. Этих двух клоунов вообще никто не чувствует, поэтому они такие злые на всех. Два дебила – это сила. Зачем так жестоко? Зря ты так про судьяных детей. Звучит. Звучит. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...